Я вам мышеньку привез Во дворе ее поймал Где у нас, оказывается, ласточки появились Сегодня одна на меня вылетела Ну, в смысле, не на меня, но я ее увидела А еще у нас тут друг пришел Который чует А нет, уже ушел Он, по-моему, чует, что тут этот Людик приезжает Хозяин появляется И можно на вот этого Наехать, а можно еще, может, что найти съедобное Шумичаник Кто за сутки Меньше, чем за сутки Привелок хозяину в четыре мышки Одна вообще сама дура была Где-то в шесть утра Мышка с кухни решила посмотреть Че это за кот сюда приехал Кастрированный на мышей жрет Ну и пришла ее смерть Я, правда, ее уже, это, так как мы ее оставили Тут хозяину Я ее носовочкой выкинула, ежка сажала А другую, он, три приволок со двора У нас там ласточки Похоже на сниму И они действительно есть Вчера меня одна вылетела, напугала Сейчас я ходила Там И поняла, что это не бабочка А все-таки ласточка И даже услышала Нет, да, пища такие Какие-то эти ласточкиные Короче, я забыла, что у меня тут нет носочков Ну, конечно, я сюда какие-нибудь носочки привозила Но так как мне достался мой пакет Еще в прошлые разы Что-то там доставали из него Вон ту вон наволочку Но я ее сняла, положила свежую на подушку Короче, по-моему, тут вот рублила Я вчера постаралась В общем Или носочки были и канули в лету Или все-таки тут не было носочков Я про них забыла Положить сюда Я, соответственно, не взяла платочков У меня только один платочек сопливенький Ну, в смысле сопливчик А еще у меня куда-то девалась резиночка Совершенно это одна резиночка была Которая карандашики акварельные Дергивала вместе Пошел куды Пошел отсюда Так что вот такие у меня тут слегка Как бы проблемные, не проблемы Носочки мне понадобятся Когда я понесу мусор выкидывать Потому что надо будет в резиновых сапогах Придется тут искать какие-нибудь Временные носочки Но это уже будет ближе к завтра Я ему обещала, когда мы вчера ехали На машине с сестрой Что если он будет минимум орать Он же как едет в машине Или в автобусе так водит Завывает мяу-мяу-мяу Короче, что я ему налью простоквашки Вот Вчера как-то не сложилось А сегодня себе за завтра простоквашку Ну еще будь то вроде взяла там курица И ему простоквашку Вот у нас тут второй день в принципе Мне еще сегодня какой-то дурацкий сон проснулся Будто я Что-то склинила меня И я в день автобуса вернулась в город И собралась уже выезжать обратно Когда и автобус-то последний ушел Ну хоть не всякие непонятные люди И то ладно Вот кипячу чайник Чтобы в горячую воду положить Уже вот эту Где она там Курочки немножко И на новую плитку присобачить Когда бы еще можно подойти к дому Как ни в отсутствие его жильцов Которые свалили Ну и Я надеюсь им хорошо там где они есть У них там не деревянный дом И они сюда не приедут Потому что тут и без них хорошо Я возможно потом это как-нибудь вырежу словесное Или сделаю очень тихо Мало ли Только что надо мной прилетел аист Но Я еще была без камеры И кстати вот кто мог забыть Снять жопку от штатива С камеры Только Лёля Вообще забыла Ко мне сегодня приходил Коту точнее Соседский кот Он с того дома Который годами сюда шастает И получил Я думаю по-другам Надеюсь он понял урок И не придет больше Но я очень надеюсь Тут цепины Про которые Алена с Украины Которая путешествует В инстаграме писала Будучи в какой-то там стране Своей путешествующей Они я так поняла Очищают почту Почву Там яблони Или что-то такое В холоде лада Ну может быть к осени Будут яблоки И можно будет сюда Заползти Вообще вот люди жившие тут У них только всего Под носом было Скажем так Еда И вот мне интересно Дом тети Вали В этом году Посещали Не жители Ее дома Ну в смысле так Это люди которые любят Посещать ее дом Ежегодично В отсутствие ее Или все-таки нет Потому что Основные посещальщики Перестали тут жить Бытовать Любим Там вот смородина Или березка Какое-то растение Вообще Раньше сад Огород этого дома Вон там находился Когда мы только еще Тут дом купили Родитель Оба родителя Человека Который тут Бытовед Бытовал Не знаю вообще как Дом ей лично Относит к ним К этой семье Относится Или все же Он уже считается Колхозным Может и колхоз Хоть чуть-чуть Да существует Короче Мы только-только Сюда еще въехали Купили дом Мне было Три года С половиной И вот Там были Кусты смородины И все такое интересное Вообще Я до фермы Собиралась Зайти Но вот Что-то увидела Тут ромашку И с Децел Ее собрала Ой-ой-ой Лапа дырит Это пеньки Ни видать Си Собиралась Собиралась Субтитры сделал DimaTorzok 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 На 16-м летом 乖л Fohа Субтитры сделал DimaTorzok Добаю Серьезная будучи Одна plains Еще одна whiskey Третьей С sap тряпочки. То ли это цветы такие. По-моему это тупо мусор какой-то вообще. Да, это какой-то мусор. И вот этот какой-то мусор среди сена, который, я так понимаю, потом копно зафигачится и каким-нибудь там животным, типа корова, может быть, Прилузским отдастся. Вот вообще это что за нахер на людей? Животные жители. Короче говоря, от того, что вот тут товарищи тоже свалили, но они как бы живут у своих родственников, я насколько знаю. Я думаю, может быть из-за того, что тут как бы действительно проблема с работой в Прилуках, я не знаю, ей там устроиться на зиму или нет, или как-то вот ездить в город работать, сюда прилететь. Я вообще считаю, что при желании могли бы завести, как раньше, вот у родителей этих людей были коровы, куры, и могли бы молоко там продавать, там ездили в город, как фермеры, у которых я зимой покупала молоко, и себя бы кормили, и детей бы кормили, и сами как бы жили бы, не знаю насчет небес, но если есть желание, в руки, голова на шее, в ней мозги, а не для того, чтобы просто пожрать, то вполне себе можно как бы жить не бедно, не впроголоть уж точно. Ну вот из-за того, что одни свалили деревню теперь чистую, а другие свалили, кстати, они между собой родственниками. Скажем так, главные по дому женского пола двоюродные сестры. И тут вот дорожка, вот тропинка только основная осталась, а сама дорожка практически, если знать, где она была, то знаешь, если нет, то она не прослеживается, я вот не сразу поняла даже, где она тут есть. Ну и за счет того, что сделали дорогу, ездят теперь в основе вот так, и, наверное, еще и потому, что здесь вроде как бы раньше можно было и вот так проехать, но намеков только тропинка, да и не проедешь, потому что теперь сено скошено, может быть, даже это плюс, если вдруг кто-то решит здесь поселиться, купить клочок земли, вот, короче, выкупить людей, вон тот, допустим, дом, правда, там прилично она будет в порядок приводить это все. Ну, я думаю, что там как минимум убраться она будет и утеплить его, заведете, раньше у того дома тоже была корова, курица, завести хозяйство тут, возродить слегка деревню. Люди, welcome to hell. Потому что я не знаю, тут вообще какой-нибудь клочок земли можно купить вот так конкретно, чтобы построить свой уже с нуля дом. Короче, было бы круто. Эй, зритель, есть кто из вас? Вообще, я как бы сейчас в поле обращаюсь к камере, но вы же потом это смотреть будете. Зрители, есть кто из вас? Кто бы хотел жить в деревне? Люлю видеть периодически? Даже быть, возможно, свидетелем, как Люля тут что-то снимает? Подрывайте свои нижние полушария мозга. А вот деревню. Кстати, мне тут на стриме в последнем писала одно создание. Ну, так как я свечку не держала, не знаю, сам это человек, подружка, друг этого человека, коллективное творчество, коллективный разум. Или же просто кто-то левый посвященный в то, что не надо. Ну, учитывая, что потом рыпостила это существо, наверное, все-таки одно и то же существо. Ну, плюс-минус все-таки коллективный разум под управлением одного существа. Что она там якобы хочет со мной помыриться. Ну, наверное, думаю, это раз я тут практически целый год без нее вполне себе нормально прожила, да еще и в Абхазии гоняла. Ну, и так, сегодня встретила, кстати, знакомую женщину местную. Она тоже так же считает, что один раз съедил, обходил и посмотрел, и больше не надо. Не потому, что там плохо или еще что-то, или наоборот, супер хорошо или еще что-то. Ну, короче, чисто пополнил список мест побывания, скажем так. В общем, она разделяет со мной эти мысли. Так вот, из моих друзей сюда приезжала только два раза одна моя подруга. Такая же, в кавычках, подруга. Мы с ней познакомились, когда мы делали операцию по остановке зрения. Мне операцию делали на 13 утра раньше, чем ей. Наши мамы общались, потом она как-то благополучно отвалилась. Ну, как бы, если бы она отвалилась, сказав, Лёля, я поняла, нам, ну, как бы, разные интересы стали. Давайте, типа, перестань общаться или что-то такое, по-честному. Было бы нормально, а так она года три с лишним мне мозги покомпосировала. Мерзкая девка, короче. Я к тому, что только вот, ну, мамин друзья один раз тут были, и с которым я до сих пор общаюсь. Эта девица пару раз была. Ну, я, в принципе, считала её на тот момент хорошей подругой. Ну, она с плохой стороны себя показывала ещё до наступления неправильной реальности в моей жизни. То бишь, мне было 13 лет, когда делали операцию. И ей тоже, она мне на 3, что ли, месяца была старше. Ну, ещё в больнице она какие-то такие характер показывала. Ну, наши мамы хотели, чтобы мы дружили, потому что я так поняла, что она сидела дома, с друзей у неё как таковых особых не было. Там были какие-то две девчонки, может быть, школьные такие, как бы, подруги. Но особо-то она никуда не ходила, ни с кем не общалась так, чтобы конкретно такая дружба. Ну, и, в общем, я-то, в принципе, тоже была не против дружить. Я вообще, как бы, не против с людьми общаться. Это я к тому веду, что ко мне сюда вот так вот из друзей кто-то собирался. Ну, никто, конечно, не приехал. Помню, у подруги была собака. Я говорю, ну, можно сюда вот здесь гулять собакой. Ну, в общем, как-то не тянет людей в итоге сюда. Так что, если вдруг, я так понимаю, человек меня мониторит, решишь со мной всё-таки помириться. Мне ещё близкий родственник сказал, когда я вчера холодильник мыла, говорю, вот, говорю, так и так. Правда или нет, не знаю. Ну, такая фишка проскользнула до пятого раза «не поддавайся». Сначала мне сказали, а так как, ну, шумно было, не очень раз слышала, переспросила, ну, может, я не поняла, она говорит, «не поддавайся». Говорю, я говорю, я и не собираюсь. Но чисто вот так на слабо, Лена, если вдруг решила помириться, скучно тебе, грустно и так далее, я не то чтобы рассмотрю твое предложение. Но я так понимаю, у меня там ещё кто-то из подписчиков раньше говорил, что нам надо встретиться в реале, поговорить с глазу на глаз. «Волком ту хелсуа». От Углича 40 километров. Я с тобой, ну, если ты не будешь на меня наезжать, как ты это любишь, в СМС последних, когда вот это почти счастливый год назад было. Когда уже вот знаешь, что это отец, потому что твой номер. Я, кстати, его удалил. Хотя я и удалила тебя из чёрного списка ватсапа, как говорила в стриме. Но я к тому, что если ты раскаялась, и тебе действительно хочется общаться и всё такое, и ты поняла, какая ты была казадранная. Ну, как бы дружбу я не обещаю ответную. Но если тебе просто хочется поговорить с глазу на глаз, без истерик, как адекватный взрослый человек, ну, в смысле, адекватный человек, потому что не все взрослые бывают с мозгами. Некоторые дети выглядят умнее, чем взрослые. Короче, если ты адекватно воспринимаешь реальность, тебе не хочется на меня наехать, сказать, ну, ты же, типа, там, безголосая, пэт не умеешь, или, там, не красишься, ну, ты же, типа, жирная, страшная и так далее, как ты периодически мне что-то выдавала. Всё в таком духе, в общем, если ты созрела. Раскаялась реально. И хочешь личной встречи, приезжай в эту деревню. Тут воду берём с колодцем, моемся из-под сланга с пруда холодной водичкой, заодно закалишься, болеть не будешь. А то ты часто болеешь. История умалчивает, как, на самом деле, ты болеешь. Я не к тому, что, может быть, ты симулируешь, но, по крайней мере, болеть ты точно не будешь. За количество. Летом, как раз, принято холодной водичкой качиваться. Мёду поешь, свежесобранного. Пешкодралом прогуляешься по природе, свежим воздухом подышишь. А то в Ярике такой воздух, что побываешь 8 часов максимум. Точнее, вот после 8 часов бытия в Ярике у меня начинается... Кожа сухая, отваливается. В Москве после 8 часов у меня конъюнктивит уже начинается. Но с кожи, вроде как, таких закидонов нет. Короче, я к тому, что в Ярике воздух явно не свежий, а тут свежий, чистый. В смысле, может, там он, конечно, и свежий, но не чистый. Чистый, свежий воздух. Если повезет, и в следующий раз мы мой велик все-таки сюда приконнектим, вот сделанный. Можно даже будет у соседей взять. Хотя нет, тут есть один велик, короче, так как ты меня вышел, он до меня слегка высок, хотя раньше я на нем каталась, но, видимо, как-то там сиденье все-таки до конца уже совсем до конца не получается пустить. Можно на великах покататься, я, правда, не в курсе. Катаешься ты, умеешь ли вообще-то кататься на велике? Если по дороге, то 6 километров до Прилуг там есть речка Волга. А еще есть какое-то там с тихим названием, но я не уверена, что с тихим названием у меня такие ассоциации. Там тоже мы раньше ездили туда на велик, купались, там хорошая чистая вода. А если по полю, то вообще 4 километра. Мне заодно будет компания, потому что очень давно не ходила по полю. Не к этому самому месту, куда раньше лодка приставала, забыла, как это называется, не в сами Прилуке. Ягоды, землянику можно пособирать, за грибами потом сходить. Я не знаю, когда они там конкретно появляются. Ну, как бы отдохнуть на природе. Даже можешь заснять свой блог и уже еще раз пропиарить свой канал. Что? Хорошо. Вдруг аж 6 тысяч сразу наберешь. Ну, и в общем, люди, возвращаясь к вам. Я вангую, возможно, плевание в кадр. Или типа, а, не обращай на мне внимание, или еще что-то. Ну, как бы, послание в видеоблоге. Так мне незаметно. Я и камера подошли сюда. Там стена, тряпочка или чего-то. Или просто видно через одно окно, другое окно. То, что осталось от фермы. Осталось бы меньше, если бы тут остались те люди, которые до этого уехали. Или осталось бы больше, если бы эти люди уехали раньше. Мамма миа. Там, оказывается, и крыши-то нету. Хотя у нас тут еще иногда заезжают такие люди, которые... Вот был один такой большой сарай, где раньше сено, зерно или еще что-то хранилось. И если бы они к нему не приложились, он бы и дальше был. Но зато они отремонтировали свой дом, который по типу нашего, только стоит на кирпичной ренте, или как там она ее называет. Ну и... Кстати, раз по ходу здесь никто не ездит, то это слегка подзарастает. И я думаю, раз тут никто не ездит, то можно собрать будут какие-нибудь растения, которые тут цветут, потому что они пылью не обкиданы. Выключу себя пока. Надоело мне на руке это держать. Вон оно, оказывается, тут как... Швихер. Хорош, карпач. Зрители, если среди тебя кто хочет приложиться к моему видеоблогу. Ко мне. Ну, в смысле, оля, я так хочу с тобой встретиться, бла-бла-бла, готов приехать в... Готова, готова приехать в эту деревню. Через хрен знает сколько километров. Хрен знает, где находящийся. Вон, хорошие карпачи. Наш дом что-то как-то припозднять. Видимо, в ближайшие еще лет пять никто не догадается. Хотя в каком-то году я даже готова была вкинуться на ремонт. Но что-то не сложилось. И вообще мне вчера сказали, да нам тут делать нечего, только пчелам через неделю приедем. Ай-яй-яй. Это мне тут делать нечего. Короче, карпачи. Хорошие. Приподнимите, Лёлька, дом на ренту. Поставьте. Точнее, приподнимите, Лёлька, дом на кроточную ренту. Поставьте. Я готов вам даже хапчик готовить. Кушать готовить. Если вы приедете, будете мне тут помогать. По сильным трудам. Бескорыстно. Даже если так. Я готов вам одну треть дома сдавать на зиму. Правда, надо печку подправить. Крышу подкрыть. Ну и опять же дом поднять. Ой, я предвижу лопли хейтеров и обиженных жизнью людей, кто юмор не просекает. Ну и что вам придется платить за электричество? Потому что тут у нас холодильник от электричества. Я еще, кстати, пылесос сюда приволкла. Потом засниму его. Возможно, даже в действии. Потому что я как-то собираюсь пылесосить. Ну и как бы... Челы-то у нас на дворе хранятся. И туалет тут, конечно, это ведерко. Раньше выгребная яма была. У меня несколько лет ведерко. Но ведь все в руках человека. Ну и опять же воду с колодца. Зимой я просто не знаю, на уроке не знаю, где дядь Толя берет воду. С пруда может дырочку делать во льду. Хотя у него... Он-то уже не делает дырочку во льду. У него, короче, это у дядь Бори, если только спрашивать. Или у соседей. Короче, у него там когда-то давно, когда мы мелкие были, тут проводили скважину. И вот в домик, в кирпичный там уехали, у них была вот эта как бы... С одной стороны колодия, с другой стороны вот эта скважина, что в воду можно... Проведена вода в дом. И у него теперь раньше ведерко из-под умывальника было. И даже вот эта вот водичка, проведенная в дом, все равно ведерко из-под умывальника. Ну, потом родственники ему сделали так, как... Теперь входит и выходит эта вода. Ведерко выносить не надо. У нас же дедушка с самого начала сделал этот выход воды. И также у младшей бабушкиной сестры выдох точно так же, по дедушкиному, к примеру. Ну, вот мы воду приносим. Я вчера, когда гуляла, без камеры, по-моему, ну, просто вот мысли в слух, если я тебе сказала, как с этим мысли в слух, если вдруг воду... А да, когда я черпала в колодце. Если вдруг тут будут проводить воду, я бы скинулась. Ну, так как деревня малочисленная, и вряд ли это будет, ну, мало ли чем, он черт не шутит. Не шутит вообще. То, как бы, вот у родственника у нас, у местного жителя, тут жопа, может быть, в камеру влезет. У него вот именно вода. А тут то, что у других людей была эта вода, то как-то она использовалась как колодец. Так что, при желании, тут можно даже вот эту скважину сделать. Как у меня, у одной подруги, которая долго-долго жила, таскали они воду с колонки. И слив у них был тоже не сразу, потом слив появился. Теперь вот у них душик там стоит, лепестричеством водичка нагревается, и также вот водичка не только в дужке, водичка еще и в умывалочке. Котел стоит или что-то такое, но у них еще и печка в доме. Как бы одно другому не мешает. Вот такие откровения. Лёля съездила во входе и совсем обнагрела, да, скажет зритель. Ну, тот, который считает, что Лёля обнагрела, даже когда Лёля иногда что-то говорит, то тоже обнагрела. Ну, да. Как бы кто считает, что Лёля обнагрела, может тоже вести свой блог и говорить свои нагрые мысли. Почему бы и нет? там где-то была птичка. На меня сегодня села бабочка. Ну, не на меня, на платье, но все же. Мерзкая она глазадница. Может, это ласточка, может, это сенечка, может, это воробей. Потом на мониторе увижу. А может, это вообще кто-то левый. был делал фермы, у меня там даже внезапно словился интернет. Кто-то в Инстаграм, то ли спамер, то ли человек, зажаловал личное сообщение. Она что-то нажала. Не поняла на что. Ну, короче, у меня все равно там интернета не хватило. Но загрузилось в контактовое сообщение от Юрки. В мое вроде даже как-то отправилось. То, что в командовой хладилке тоже что-то аж 23 сообщения. Почему-то они стабильно начинают болтать, когда я в деревне. Ну, то бишь, как бы, может, у нас и так болтать начинают. Но иной раз так вылазишь, ничего не грузится. Только уведомление, что там столько-то сообщений. И уже приезжаешь и читаешь все, что набежало. Того, что тут никто не живет. Тут никто не живет. Там вот от фермы раньше была дорога и тряпинка. Ну, такая проселочная, скажем, дорога. Вот. Одна осень и одна весна и нету проселочной дороги. Нет даже намека на тряпинку. Только вот если знаешь, где было. вот у меня в избе. я ему небольшую щелку оставила в двери. Если сейчас хотелось бы сказать, балконная дверь, а тут дверь на крыльце открыта, то, возможно, он вышел. Ну, в смысле выходил. Закрыто. Значит, он не заходил и этот наглый соседский кот тоже не был. Я его даже сегодня водой полила вообще. Наглый такой, но его мало водой полило. Там он под мостиком сидел и не выгонялся. Я его с лейкой немножко полила водой. Соседка мимо ехала на велике. Говорит, ты поливай у кота. Так вот, она сказала, что я уже терплюсь, что 100% знаю, что это соседский кот. Потому что похуже кот по цвету есть у родственников. Но он такой тихий. Я всегда так удивлялась. Я думаю, такой тихий был кот. А тут значит, на костра то наезжает атакаться. Не видимо просто родственники. Ковные. Так как у меня сейчас двор изнутри закрыт, то к ласточкам не подойти. Но я постараюсь или сегодня или завтра заснять гнездышко. Я теперь его наконец-то увидела. Хотя меня вчера носом тыкали-тыкали. Не могла понять, где. Ужасные бабочки, которые на меня села, это то, что с вилки упала ножка. И нет бы она упала на тарелку, в кастрюльку. Было три стола. Ему и так бы кожа предлагалась. Но она упала в тазик. И он так это удивлённо, типа можно ли её жрать. Ну что, я из тазика буду уже брать. упала она в тазик. Пусть ужрёт. Ну, вытащил. Но ведь он сегодня сожрал мышку. Одну из четырёх пойманных. Печаль будет у меня меньше курицы. Вообще, курицу собиралась не стратить на окружку, потому что колбаса или соседок купить не получилось. Вчера зашла в один магаз. Адам продавщица собачилась с покупателем. Тот говорил, что я вам дал тысячу, допустим. А она говорила, ничего не знают. Первый раз я видела эту продавщицу вообще. Ну, а на бульоне я думаю сварить или грибной суп. У меня есть пакетик. Этот пакетик я уже варила на бульоне из бараньего мяса того бульона все-таки лучше на нем картошку тушить или типа того, но не суп варить. Сейчас квадратик выделил эту кастрюльку на камере. короче, в общем. Еще мне там год опять выделил. Курочка осталась, а потом может на следующий раз морозилки нарежет, или потом куриный суп сварю. Вот тут у нас окружка деревенская по-люльски. Зачем я это пришел, чтобы потом было с чего на кукпет заливать, а то фотки делаю, а как его там могу забыть, что кидала. Короче, тут у нас вареная куриная ножка, две штуки, которая вот эта голень, наверное, не говорит, нельзя показывать, но я не курица. Ну, короче, я забыла, просто как ее звать, я по-человечески вспоминаю, голень, две куриных голени от кости и кожи отделенная и порезанная вот этим ножом. Потом у нас тут один, половинка яйца вареного, куриного домашнего, ну, в смысле домашней курицы, правда, покупного. Там еще три яйца у меня осталось, которые от наших родственников. Вон там которые, за домом дом. Потом, значит, тут у нас половинка соленого огурца, я привезла три штуки, один вчера схомячила с бутербродами. Потом один мой огурчик свежий, который по этому икровью, как сказала моя тетя вчера, с тёбороди моей одной из сестер неродных, двоюродных, нет родных, у меня много двоюродных, троюродных, вообще, юродных, короче, выращенный на моем балконе. Потом, значит, укроп, петрушка и лук. Это у меня от бабушкиной младшей сестры свежий укроп, петрушка и лук. И сейчас, короче, скажем, вместо колбасы тут у нас куриное мясо. Куриное мясо, яйцо вареное, куриное, потом огурец соленый, огурец свежий, укроп, петрушка, зеленый лук, потом будет вот здесь немножко сметанки оставили. Это вот с коровьего домашнего молока, ну, смысла фермерского. И вот квас лицкий. Ну, и ещё я посолю это, наверное. Хоть я курицу варила, солила, нам, наверное, будет. Тут огурец соленый, надо солить уже не знаю. Почему? Такие дела. Весенняя окрошка. Часов тут нету, к сожалению. Я думала, что тут были, но, видимо, они уже никакие. Я думала, может, батарейку у них привезти, ещё что-нибудь. Ну, правда, батарейку забыла в итоге. Надо сюда будут какие-нибудь часики купить. И, когда я буду приезжать, привозить в этот кукарекающий будильник от Ифроша, который даже температуру показывает. Пенка. Не только для лица хороша, но как Абхазия показала, ещё и как гель для душа. У меня там что-то мыло закончилось, шампунь осталось только вот, ну, как шампунь. А надо было что-то такое мыльное. Ну, и, чтобы не покупать что-то, продающееся в Абхазии, привезённое из России, я решила вот это. тест-то ради, я ещё попробовала, но очень такой хороший гель для душа. Вот, Эйван Сенсус, они как, ну, так себе. Есть, конечно, очень хорошие, а есть так, так себе. Nature's, последнее время, когда ещё Женькой покупала у Женьки, кажется, уже так себе были. А вот Планета Спа, пенка для умывания, очищающее средство для лица с экстрактом белого чая сияния востока, очень хороший гель для душа. И вот я повесила гамак, он уже перевернулся, у нас там с трёх часов весело, с того конца вообще весёлая деревня. Как сказал дед двоюродный или троюродный, хрен его знает, кто он как там. Ну, короче, двоюродный, троюродный дед в прошлом году сказал весёлая деревня, да, весёлая деревня. Ножиком, который я сюда привезла, отпилила кусок верёвки от прежнего гамака, ну, на этой верёвке уже два года, наверное, или третий уже, наверное, год от гамак висит. А с того что-то не было верёвки, куда-то она, в общем, пуфентюлила, и вот я пока не сильно так раскачивалась, и только сидя, или уже не ложилась ещё. Но я думаю, в принципе, если не выпендриваться и не нагружать его, то вполне можно даже полежать потом будет. Кто смешал лайт и оригинал и привёз его сюда, ну, сюда. Ну, тут оригинала чуть больше, наверное, чем лайт, две трети, оригинала и одна треть розового кофе. Тот, который лайт. Это молоко я отрезала. Кое-кто ещё не в курсе. Иначе бы уже тут ходил, орал и вопил. Да и молоко. Ну, ему перепало, вон этого кефирчика. Вообще, ему сегодня перепало. Вообще-то, ножка куриная внезапно. Начался, залью вот это этим. Точнее, это вот этим. Вот это этим. Да, вот тут у меня сыр ещё. Брала перед уездом по скидке за день вроде в магните. Брест-литовский вроде сыр, или что-то в этом роде, или ещё какой-то. Что-то он по 80 без копейки был. То у меня конфеты это привозила. Точнее, ну, не я, а как родственники поехали, я вещи отдала и они привезли их сюда. Там немножко одежды было, ещё что-то. Книжка эльфийская и вот конфеты. Вообще, как бы я их так раз тогда купила много. Ну, и потом подумала уже, что можно в деревню. Деревня что-то сладкая. Вообще, как-то уминается. Даже то, которая не особо охота. Ну, и я ещё думала, что человек пожертвовал конфет, живя у чёрта на куличках, где, оказывается, вкусных конфет не делают, либо просто конфет не делают, либо они какие-то не такие, то бишь, всё равно, что невкусные. Ну, и думала, что, может быть, человеку такие понравятся по виду, по фотке. И некоторые я вот брала вообще в первый раз там чисто самой на пробу. Тут вай-фай. оказалось не услада и не руслада, а вообще рулада, это прохлада был тут ещё. Как вот там баунти, халапи шоколада, ещё у меня там за стеной, в шкафу, где чё лежит, по 25,3 плитки чёрного шоколада Мерси. Совершенно внезапно мне выдали велик. Ну, и я решил проехаться. И чё хочу сказать, есть такие люди, мужики некоторые, вот если как бухать, так эти мужики первую очередь. Как какая-то халява напожрать, лося какого-нибудь или просто напожрать, так они в первую очередь. А как поднять собутыльника с травы и довести до места назначения, так они сразу не мужики, так они сразу не люди, так они сразу исчезают и делают вид, что они глухонемые. И в итоге потом девки молодые волосят большого, тяжёлого человека, невменяемого. Если рядом с вами есть такие люди, не общайтесь с ними. А если кто-то меня смотрит и сам такой, исправляйся с булочью. Намёки на остатки бывшей фермы. Я доехала до начала или конца Эскина. Тюдевали ещё нету, я, если всё нормально будет, может, во вторник попробую днём сгонять. Если там какой-нибудь намёк на тропу есть. Если уж совсем не пролазно, то не пойду, потому что если тепло, то в джинсах как бы будет ярко. А я сейчас в этих самых. Тут ехала очень много, ну не то, чтобы много, но достаточно. Цветёт короставник, а сейчас на обратном пути буду останавливаться и собирать. Знаю, что по округовой уже в обратную сторону. То есть ехать от веселовых, короче, от Масеевска делать поворот направо и потом направо, то можно найти и кипрея прилично. В прошлом году он весь болел, не знаю, есть в этом году или нет, и листья земляники вот сейчас останавливалась напротив леска, где раньше земляника росла. Одна ягодка попалась в нюю, ну в общем, недозрелая. А так много весят ягодок, но они еще не зрелые. Туда дальше вот есть как раз вот такая также на дороге, у дороги поляночка и там можно листиков собрать. В прошлом году как раз собирала. Мой улов на короставник полевой со стороны по дороге Ескина, где безопасно собирать, потому что там вообще ничего не ездит. хоть дорогой осталась розочка, еще розочка, несколько бутончиков, ну там еще бутончики остались, но по большей части розочка уже цветает у дома Полянского у нашей деревни. Хотя деревня тоже Полянская и ее друзья Полинские. Короче, у нас вот за гамаком со стороны с другой, с внешней стороны полисадника маленькая розочка распустилась, очень много розовых кустов. Ну вот, может и раньше, конечно, целом. Ой, кто-то идет. но увидела я только сегодня. Потом постараюсь подойти с камеры заснять. Надеюсь, не ко мне идут. Нет, вроде не ко мне. На мое счастье. Короче говоря, может идут в тот веселый конец, где второй день весело. Еще за домом я снимала, когда убиралась на телефон в апреле и думала, что это вишня. Походу, делаю это или слива или даже терн. Тоже потом подойду засниму и если повезет, там на одной веточке я видела этот плодик. Если найду, то в камеру войдет. А если не найду, значит не найду. Но это я уже думаю завтра сходить. Вообще я сегодня планирую часов 10 спать, лечь и часов 6 утра встать, потому что скорее всего кое-кто снова будет в 6 утра ловить мышь, которая будет интересна, а может еще что-нибудь будет делать. Ну и вообще в 6 утра уже достаточно светло. Плюс все спят и при желании можно даже сходить и может быть и по рассе, но записать. По крайней мере никто на гармошке играть не будет. Песни горла тише не надо на окно туда, не лазай на это окно. Тоже и можно будет спокойно, не то чтобы я люблю гармошку, я не против нее, но если хочешь записать допустим птичек, то лучше записывать чисто птичек. И да, вот у нас сейчас сколько время там? 53 минуты восьмого. Инновационные степенки для умывания от эйла. Той самой, которая и как гель, и как пенка, еще и как хорошая пенка для ног. Сейчас у меня будет тазик. Не получилось у меня в 10 лечь. Я еще с соседкой разговаривала на улице. Ну и в общем у вас сколько лягу. И сегодня у нас холоднее. Вчера ночью было 20 градусов, а сейчас уже 15. Сейчас уже, ну, сейчас узнаем, короче, сколько сейчас время. Я тут радио послушала децу. 12 минут этого самого. Так вот, вчера в это время было 20 градусов, а сегодня 15. у меня ловится и французская, и черт знает какое радио на одной чашке, полосочке. На другой почти ничего не ловится, и на третьей дофига русского, всякого дурацкого, по большей части. Да, я вот собираюсь потом тайпить, а сегодня японским занималась, наконец-то. Не прошло и двух месяцев. Хочу-то как-то там некогда было на улице. Наверстала упущенная. Ну, не то, чтобы за два месяца, но я думаю, что я тут за несколько дней у него растаю то, что по какой-то причине, уж не помню, пропустила. И надеюсь снова втянусь в русло. Кстати, видела в Атаке в Ашане тетрадочки для иностранных слов. Колоночка как пишется, колоночка как читается, и колоночка как что обозначается. Я думала, только я такие слова пишу. Вот я как раз тут их описала. А с Агохан то я давно помню, что это завтрак. Бан Гохан ужин. Чего-то там ру Гохан первые две буквы забыла. Это у нас обед. Я беру, по-моему, Гохан. короче, помню, что все три они на Гохан там рисом заканчиваются. Но вот что обед было, я как-то ужин мне не попадался до этого, ни разу обракет, я все время забывала. И еще там есть десерт дедзато. Дедзато, в общем, видимо, у них тоже как-то потом уходи узнать. Потому что это у них как у нас полдник, так у них дедзато. Потому что было такое упражнение по четыре новых слова. И вот там именно, что объединено было вот этими завтраком, обедом, ужином. Приемом пищи, короче говоря. Пуду я себе тазик делать. Кот у меня приперся, где он тут? Вот он там. Можно спокойно, не рыпаться, что надо открывать дверь, потому что кто-то мяукает. А я в тазике. Делайте этот самый тазик. Я одеваю. Спасибо.